добрый день вышивальны youtube меня зовут тамара и в сегодняшнем видео я хочу показать вам мы мои рождественские новогодние праздничные старты после того как 5 ноября я закончила вышивать свой проект от буцеллы мать и дитя проект которого я вышивала залпом потому что он так меня поглотил этот проект знаете не вышивала потому что хотелось быстро закончить а потому что не было прикольно и интересно хотела уже увидеть работу законченную работу и после того как я закончила ту работу 5 ноября где-то два или три дня и вообще не вышивала его оказалось что у меня есть только один проект который должен быть завершён вообще только один проект начатый это что-то с чем-то это юбочка куклы жан и я решила что буду быстренько до вышивать оформлять и будет у меня как бы последняя такая начатая работа и я уже буду приступать к праздничным новогодним вышивкам но не тут то было знаете почему почему-то вышивка шла медленно я не сказала бы что у меня был не выше вон просто я чувствовала что я хочу как-то отдохнуть немножко от вышивки то есть и вышивала каждый день но очень мало и так получилось что даже ту юбочку не закончила есть мне еще немножко то есть я не смогла закончить тот проект оформляйте показать вам как-то покажу мои продвижения папа той куколки что-то неладное творится потому что обычная куколок очень быстро вышиваю их юбочки оформляю ну вот с этой куколкой куколкой что-то пошло не так но все равно как бы я очень хочу чтобы до закона до окончания года чтобы эта куколка была оформлена тоже чтобы она была законченным проектом этого года и так вышивая юбочку куколки я все время уже думала как бы о своих этих новогодних проектах потому что в видео уже на ю тубе многие уже давно вышивают или начали вышивать знаете такая атмосфера и я решила что зачем тянуть за того процесса если можно использовать время для другой вышивки который как бы по правде хочется вышивать поэтому в этом видео я как сказала хочу показать вам что я решила что я буду вышивать на эти праздники начну с одного проекта где у меня нету превью но я постараюсь вставить фото потому что этот проект будет подбором это джесс нан я же не могу без джесс нан поэтому в этих на эти праздники у меня будут даже два проекта джесс нан я имею ввиду рождественских и первый проект это без корнюшка который называется мэри фифтин которая вышла из производства и это получается что мой очередной проект от джесс нан подбором но вы не поверите это вообще-то это первый проект которого я захотела вышить подбором то есть история этого проекта начинается год назад но все равно как бы в планах у меня было чтобы вышивать до рождества поэтому я бы раньше не вышила про материалы то что я собрала что я что я буду использовать конечно у меня будет в отдельном видео когда я расскажу про этого проекта потому что знают знаю что есть вышивальщицы которому интересно и даже полезно такая информация что у меня здесь есть у меня есть здесь есть бисер который я буду использовать для этого проекта в таком классном органайзере как снеговичок уже у меня есть здесь нитки нитки демси мне кажется здесь не всех нитки есть но я должна смотреть если они у меня есть в наличии они должны быть в наличии и ткань 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 у меня есть вот такой винный как кэшел и вот такой роопали сент такой сырой лен с люрексом так чтобы про этого проекта конечно про я материала будет будет отдельная очень-очень такая хорошая информация и и второй процесс от час нам который у меня будет это будет сапожок да я начну вышивать сапожки я как-то показала в покупках что я купила шесть схем этих сапожков с имбельшмент пеком и я решила начинать вышивать их идеально было бы по два сапожка как бы в зимний период но я сомневаюсь что я буду это делать как конечно можно вышивать их на протяжении всего года может быть я так и буду делать не знаю но вот сейчас я решила что нужно начинать и как бы потихоньку вышивать потому что я не буду их оформлять точно пока не дошли всех ткань я купила пока что два куска вам ткани я хочу купить это же для всех чтобы ткань была анти чтобы не вышла из производства хотя здесь и ткань нужно сейчас скажу не такая вот ткань здесь нужно нужно кремовый кэшел 28 кант кремовый но я не буду брать кремовый у меня кремовый есть мне кажется что кремовые слишком желтоват но есть такой цвет пейл cream светло кремовый он немножко немножко так светлее немножко вот и вот этот пейл cream я и буду использовать как бы детали буду буду точно показать и этот кэшел и все в видео когда я начну процесс точно буду здесь просто я хочу показать вам мою радость что я буду выживать выбрала этого проекта потому что если честно изо всех сапожков это самый раритетный то есть трудно находимый и мне было честно мне было интересно выживать вот вот этого которого который самый такой экзотичный скажем так у меня здесь есть материалы здесь он конечно симболишмент пэком здесь нужны перле номер 12 номер 8 белый и 12 это 644 номер эти перлешки насколько я знаю они во всех сапожках используются поэтому я купила мне кажется по два этих бобинок я не помню точно но я помню что я купила для всех сапожков чтобы было потому что знаете вот этот номер 12 почему-то его не очень легко найти по крайней мере здесь в англии я не знаю те которые вышивают тоже чеснан и покупают или вышиваю другие проекты где нужен нужен этот нужна эта нитка скажите пожалуйста потому что на 1 2 3 стич есть но дело в том что 1 2 3 стич в европу не отправляя dmc продукцию dmc то есть в англию пока не не отправляют не я не знаю может быть в россии отправляют но в англию продукции dmc они не отправляют то есть я должна купить здесь в европе и у меня был магазин он не рукодельный но он для вязания как бы там очень много есть для вязания но одни там продают и нитки продают dmc как бы обычная мулинея все такое и продают вот такие 12 и 8 номер и когда до этих пор не нужно было купить dmc перле я купил оттуда и когда уже в очередной раз зашла купить dmc я с удивлением увидела что именно номер 12 вот номер 8 были все цвета без проблем но номер 12 там было только несколько и мне показалось что там остатки поэтому я оттуда мне кажется я нашла все-таки кое-что что мне нужно было но и стала искать уже погуглить и искать в англии другие магазина нашла какой-то другой магазин нашла там в наличии то что мне нужно было я докупила все эти перлежки так что я не знаю может быть закончился лот здесь в англии потому что я не думаю что они снимают с производства если знаете какую-то какую-то информацию скажите пожалуйста еще вот один такой клиник здесь нужен интересный цвет 3202 такой цвет интересный здесь нужен киран импрессионс вот такой номер 5061 я бы не купила может быть и как бы взял и другой и не знаю заменила чем-то другим но так получилось что я нашла этот этот эту нитку потому что они он эта нитка не во всех магазинах продается но так получилось что в одном магазине где я делала другие покупки я нашла я заказала она была в наличии я купила честно не помню сколько стоит но и на и я ее нашла это самый главный и уже дим си меня здесь все дим сишки приготовлены и все то есть я не показала вам ткань забыла принести но когда покажу начало проекта точно точно все 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 покажу потому что не так нравится все по порядку чтобы было так что это будет процесс номер два потом у меня будут два проекта два набора от димен шанс как же без него в праздники в рождественские праздники зимние праздники и я выбрала один маленький один большой получается что маленький это моя такая недавняя покупка это такой daydreams здесь просто получается что нужно вышивать только вот этот квадратик сантиков квадратики я еще не открыла честно не открыла еще этот дизайн но открою покажу вам все что есть внутри и второй дизайн это тоже относительно недавняя покупка это была большая большая хочу шка и знаете когда я смогла найти купить я сразу решила что вот в эту зиму я прямо и начну этот набор потому что слишком долго его хотела слишком долго долго это где-то три года мне кажется и это будет мой первый большой gold dim я не вышла пока что большого голда и этот будет мой первый димы старого американской разработки то есть такого тоже не не вышивала так что покажу все по порядке этого дизайна и я бы очень очень хотела закончить до до конца февраля вот если этот зимний период начиная вот с ноября до окончания февраля если я закончу этот как бы проект это было бы очень классно потому что после этого и вышивать санту или рождество для меня будет неинтересно пока что не знаю что делать с тканью то есть менять и алиду на на равномерку но я подумаю так что покажу как бы в деталях когда начну этот проект и последний проект этого рождества это новинка эта новинка от лети стечь набор в которого я или дизайн в которого я влюбилась с первого взгляда до сих пор я не вышивала ничего от лети стечь несмотря на то что уже у лети стечь есть несколько время с тех пор как появилась на вышивальном рынке но как-то так получилось что меня не впечатлило вот прям так чтоб купить и вышивать поэтому получается что это первый набор который меня так впечатлил это вот такие игрушки такие игрушки получается они на пластиковой конве я конечно открою все и покажу все 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 просто хотела показать нам наборов в нормальном виде такой как какой он есть очень интересный здесь нитки вообще такие классные здесь очень много металлизированных ниток и здесь есть бисер но он прикреплен то есть я должна все открывать и как бы все оттуда вынимать и показать я конечно сделаю это тот кто мне скажем так тот та игрушка как то которая больше всего мне понравилась это вот такой сантик отсюда это санта поэтому наверное этот санта и будет первой игрушкой которая буду вышивать с этого набора но принцип лети стич это принцип лука с но лука с я вышивала много то есть я не могу сказать что прям не знаю что здесь будет но все равно я думаю что будет интересно потому что такой тип набора все-таки новинка мне кажется даже для лети стич и для лука с это новинка потому что игрушки на пластиковой комбии у них по пластиковой основе у них не было до сих пор и разработка очень классные классные такие игрушечки этот набор кстати подарок я еще не показала в покупках будет еще видео покупках но так как он уже участвует у меня в праздничных стартах я хотела показать и его наталья моя рукодельная подружка рукодельная фея она не купила этот набор как бы она покупала и подарила мне этот набор прямо из знаете теплых ручек или литистич поэтому честно мне не терпится начать то что здесь есть планы мои такие что в этом году на это рождество я хочу вышивать минимум одна игрушка да я знаю что здесь может быть нечего вышивать я пока не знаю если здесь будет трудно или нет если будет будут одиночки частая смена ниточек честно ничего не знаю пока что не видела ни у кого в отшивок ну и это и нормально потому что это новинка наверное многие будут купить и будут эти игрушки вышиты я сказал уже что вот этого сантика я выше точно до рождества если получится вышивать еще будет слух как бы еще лучше но если нет нет то есть я оставлю себе в планах в качушках хоть одну такую игрушечку получается что это все что я хочу вышивать как бы до рождества то есть не все все например этот набор конечно пойдет и после рождества но так скажем дизайны которые с которыми я хочу создать себе такую праздничную атмосферу праздничные настроение праздничное настроение надеюсь вы будете здесь со мной на моем канале потому что я конечно буду показать все как я делаю что я делаю что у меня получается так что не забудьте смотреть мои следующие видео потому что будет интерес будут интересные проекты спасибо за подписку спасибо за просмотр и увидимся в моих следующих видео до тех пор пока пока